Нежный бизнес Фабрика «Пихорский текстиль» включена в реестр преуспевающих компаний и вошла в список экономически значимых объектов. Эти достижения – результат многолетнего труда Елизаветы Терешкиной. Именно она – автор новой истории «Пихорской фабрики». «Пихорская фабрика имеет исторические корни. Рождена она в 1905 году. Назначение этой фабрики было производство сукна». За целую эпоху в жизни предприятий и страны произошло много событий и потрясений. Революции, войны, экономические коллапсы, годы перестройки. В самый сложный период в 90-е Елизавета Терешкина взяла управление фабрикой в свои руки. И вот уже 25 лет она успешный и незаменимый руководитель. «Бизнес идет по синусоиде и так же, как экономический закон. Я думаю, что после падения всегда нас ожидает подъем. И этих падений и подъемов в течение 25 лет, можно сказать, было 5. Самое главное – не сдаваться. Я думаю, что это тоже секрет успеха». Секретами успеха Елизавета Петровна поделилась на форуме «Нежный бизнес». Он собрал женщин-предпринимателей со всего Подмосковья. Здесь представительницы бизнес-сообщества презентовали свою продукцию. Товары для бьюти-индустрии, изделия ручной работы, одежда, пряжа и украшения – все это создается под чутким женским руководством. «Создалось уже женское бизнес-сообщество в Московской области, которое называется «Нежный бизнес». Мы как орган власти, как структура поддержки предпринимательства всячески стараемся им помогать в становлении и преодолевлении различных вопросов». Местом встречи подмосковных бизнес-леди стал городской округ Люберцы. Муниципалитет занимает одну из лидирующих позиций по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. «Мы пытаемся и стремимся, чтобы было полное взаимопонимание. Мы стремимся не мешать, но по возможности стремимся помочь. Я думаю, что в этом что-то у нас получается». Как правильно выстроить свою работу, как найти бизнес-партнера и получить помощь от государства? В ходе круглого стола участницы форума нашли ответы на эти и многие другие вопросы. «Мы, наверное, один из единственных регионов, в которые очень активно развиваемся. На сегодня в Московской области 351 тысяча субъектов малого бизнеса». Форум для женщин-предпринимателей прошел в Московской области впервые. Такие бизнес-встречи представительницы слабого пола готовы проводить ежегодно.